тина кароль ярчайшая звезда украинской эстрады артистка активно занимается благотворительной деятельностью дает концерты на которые приходит многотысячная армия поклонников и становится лицом крупных брендов она удостоена звания народной артистки украины татьяна григорьевна либерман так звучит настоящее имя известной украинской певицы тины кароль она родилась в январе 1985 года в занесенном снегами и скованным морозами магадане здесь на севере россии в городке аратукан в то время жили родители девочки инженеры григорий самуилович либерман и светлана андреевна журавель на момент рождения тани в семье уже подрастал сын станислав когда дочери исполнилось семь лет семья переехала на малую родину мамы тины западноукраинский город ивана франковск детские и юношеские годы девочки прошли здесь в одном из красивейших городов украины как и все дети ее возраста татьяна либерман посещала общеобразовательную школу помимо этого девочка у которой в раннем детстве родители обнаружили хороший слух и красивый голос училась музыкальной школе в классе фортепиано дополнительно тани посещала уроки вокала кажется еще тогда в детстве тина кароль поняла чем будет заниматься во взрослой жизни она мечтала стать артисткой известной певицей и уверенно шла к цели довольно рано то не превратилась в звезду школьных концертов была неизменной солисткой ансамбля артистичные девочки доверяли главные роли в театральных постановках любительского театра после вручения аттестата татьяна либерман отправилась в киев здесь в украинской столице она с легкостью поступила в музыкальное училище имени глиера где научилась тонкостям эстрадного вокала вскоре трудолюбие и талант привели юную певицу к ожидаемому успеху в 2005 году педагог тани порекомендовал девушке попробовать силы на прослушивание в военном ансамбле тина кароль не задумываясь согласилась она понимала что это первая карьерная ступенька при преодолении которой ей удастся достичь поставленной цели певица успешно прошла прослушивание и стала солисткой ансамбля вооруженных сил украины помимо музыкального образования кароль получила диплом национального авиационного университета по специальности менеджмент и логистика в январе 2008 года тина кароль тайно вышла замуж за своего продюсера евгения а гиро эта красивая пара обвенчалась в киево-печерской лавре личной жизни тины кароль могли позавидовать многие спустя девять месяцев у счастливых супругов появился первенец мальчика родители назвали вениамином брак тины и евгений оказался незыблемым красивым островком в бушующем и изменчивом океане шоу-бизнеса с его скандалами изменами и частыми разводами супруги строили собственный дом под киевом в котором мечтали провести всю жизнь наверное поэтому новость о неизлечимой болезни евгения а гира так шокировала друзей и поклонников певицы диагноз который объявили врачи оказался страшным рак желудка полтора года сражения за жизнь лечение за рубежом и в украине изнурительные курсы химиотерапии не принесли желаемого избавления от болезни и окончились смертью евгения он умер в апреле 2013 года похороны мужа на берковецком кладбище киева стали самым страшным и трагичным событием в жизни тины но женщина сумела собрать волю в кулак вместо того чтобы закрыться наедине с горем в четырех стенах провела в память о муже всеукраинский гастрольный тур силы любви и голоса который завершился в феврале 2014 поклонникам и супругу тина кароль посвятила пятый альбом под названием помню в сборник вошли композиции закрыли твои отче жизнь продолжается ты отпусти бесконечности другие от счастливого брака с евгения мутины кароль остался сын вениамин агир удивительно похожи на маму и отца одновременно сегодня мальчик главное утешение и главный мужчина в жизни звезды он частый гость на концертов звездной мамы за любимой звездой наблюдают тысячи поклонников в соцсети instagram там у певицы есть официально верифицированный аккаунт она не посвящает подписчиков в закулисной жизни выкладывает только рабочие фотоснимки в 2019 году журналисты заговорили о романе тина кароль с певцом данным баланом отношения завязались во время совместной работы на шоу голос украины по словам исполнительница дан первым проявил инициативу начав задаривать ее цветами и подарками что она сначала восприняла как попытку обезоружить ее как соперницу на проекте их команды были конкурирующими однако позже тина поверила в искренность чувств и стала охотно отвечать на ухаживание дана вместе звезды выступили на шоу спев лирическую композицию домой поп-дива обладательницы изящной фигуры что она охотно демонстрирует на фотосессиях фирменными чертами ее образа стали длинные волосы уложенные голливудскими локонами и красная помада сейчас тина считается одной из самых стильных и изысканных звезд поп-сцены но на пути к безупречному образу было немало удачных и неудачных экспериментов в 2017 в социальных сетях нашлось фото юный татьяна либерман на молодежном фестивале и поклонники с трудом узнали свою любимицу в ярко накрашенной девушке с выщипанными в ниточку бровями себя тина и сегодня считает далекой от идеала на вопрос участвовала ли она когда-либо в конкурсах красоты она честно ответила нет я всегда была слишком толстой для этого из-за природной склонности к полноте знаменитость вынуждена придерживаться специальной диеты и не забывать о физических нагрузках сейчас ее вес составляет 62 килограмма при росте 168 сантиметров певица обрела всенародное признание после участия в 2005 году в популярном песенном конкурсе новая волна в юрмале именно на этой сцене началась звездная биография тины кароль жизнь девушки мгновенно изменилась когда неверящая в свалившееся счастье звонкоголосая тина услышала что заняла второе место но еще большее восхищение артистку привела новость что она стала счастливой обладательницы специального приза примадонной российской эстрады аллы пугачёвой это денежный приз в размере 50 тысяч долларов алла борисовна оказалась так очарована невероятно талантливым и взрывным исполнением тиной кароль хита брэндона стоуна что без лишних раздумий вручила обладательницы красивейшего контральта свою награду полученные от пугачёвой деньги тина кароль потратила на развитие карьеры в том же 2005 году она сняла дебютный клип на песню выше облаков именно тогда жители украины да и не только заговорили о новой звезде шоу-бизнеса карьера певицы развивалась стремительно в 2006 году тина кароль участвовала в конкурсе евровидения который состоялся в греции она успешно прошла отборочный тур в стране и представила на конкурсе украину зажигательное исполнение композиции шоу-ми и лав покорила миллионы зрителей элементы украинского фольклора придали выступлению особый шарм по результатам голосования певица заняла седьмое место спустя несколько месяцев после приезда из греции тина кароль выпустила дебютный диск который назвала шоу-ми и лав в него вошли англоязычные песни альбом получил статус золотого песни кароль из золотого компакт диска вскоре стали популярнейшими хитами в украине и странах снг трудоспособность певица поражала кажется девушка боялась потерять каждую минуту драгоценного времени в конце 2006 вышел второй альбом тины кароль под названием ноченька который тоже стал золотым в начале 2007 года популярная певица сменила продюсеры и творческую команду теперь продюсером тины стал евгений агир в июне того же года на фестивале таврийские игры кароль презентовала новую песню люблю его ставшую хитом в сентябре 2007 звезду назвали самой популярной певицей страны и самой красивой женщиной по версии журнала viva в конце 2007 года тина кароль провела первый всеукраинский гастрольный тур под названием полюс притяжения и дала сольный концерт в престижном национальном дворце искусств украина в это же время появился третий альбом названный полюс притяжения он стал платиновым песни тины кароль круглые сутки звучали по радио и телевизору в 2009 году кароль получила звание заслуженной артистки украины в 2011 она попробовала себя в роли ведущей украинского музыкального шоу майданс несколько лет до этого трудилась ведущей проекта танцы со звездами за эту работу тина кароль дважды награждалась премией теле триумф певица активно гастролирует по стране и за ее границами в 2012 году она становится одной из наставников популярного шоу голос дети в новых сезонах проекта в качестве судьи наставника и звездного тренера тина кароль появилась снова в декабре 2016 года звезда подарила поклонникам мировую премьеру песни на украинском языке пары чекаты переждать в это же время появились новый хит певицы под названием сдаться ты всегда успеешь и клип на композицию твои грехи в январе 2017 года певицу наградили званием народной артистки украины в то же время вновь не обошлось без ее участия в программе голос украины 7 тина вернулась к роли звездного тренера параллельно с профессиональной деятельностью кароль стала лицом гарнир а затем артистку в третий раз за ее жизнь признали самой красивой женщиной по версии viva до начала следующего тура артистка выпустила красную помаду своего имени это косметическое средство продавалась на сольных концертах тины в рамках гастролей по украине в ноябре поклонники узнали еще об одной воплощенной задумки любимой звезды кароль представила фотокнигу под названием одним кадром где предстала перед фанатами в новом виде над проектом работал французский фотограф сэбран даржент эта книга создана совместно с благотворительным фондом санахант фаундэйшн те кто купил экземпляр участвовали в благотворительной акции в результате которой собранные средства отправились в помощь детским онкологическим центром в декабре 2017 года снимок тины каррель украсил обложку журнала harper's базар такое событие можно считать феноменальным так как это издание стало первым на чью лицевую сторону поместили украинскую звезду в конце 2017 видеоролик певицы на песню парачикаты назвали клипом года в начале 2018 тину кароль пригласили как специального гостя на церемонию viva 2018 на этот же год был запланирован тур под названием рождественская история в америке в апреле певица выпустила вариант песни шаг-шаг на английском языке степ-бай-степ в мае она презентовала клип на композицию мужчина моей мечты а чуть позже порадовала фанатов новым клипом на песню сила высоты режиссером которого стал хиндрик массик вместе с исполнителем стасом михайловым тина записала трогательную композицию моя душа после очередного концерта кароль и и коллега по сцене потап алексей потапенко решил пошутить и выложил в инстаграме фрагменты ее выступления заменив голос тины на пронзительный мужской крик присоединилась к шутке и светлана лобода оставив под постом саркастический комментарий поклонники вступились за тину сочтя шутку грубой и обидной но сама певица лишь посмеялась заявив что считает это проявлением внимания в 2019 кароль записала дуэт с группой бумбокс и выпустила совместный клип базо дня и согласно официальному сайту артистки на 2020 у тины запланирована серия выступлений в родной украине и продолжение съемок в голосе в феврале она выступила на кастинге евровидения для номера артистка выбрала свежий хит из своего репертуара вильно сначала кароль вышла на сцену в тренчей брюках а в финале песни сбросила их себя и следующую песню спела в одном боди это не первый случай когда исполнительница появляется перед публикой в откровенных нарядах на большом весеннем концерте она вышла к зрителям в серебристом платье с очень глубоким декольте а для презентации собственных духов тина бай тина кароль выбрала красный наряд с почти открытой грудью песню вильна тина позже спела дуэтом с юлией саниной артистки объявили ее женским манифестом и посвятили крепкой женской дружбе ранее сценические образы тины были незамысловатыми она еще не понимала как хочет выглядеть поэтому чаще выступала в образе по и девочки в этнических платьях и со светлыми кудрями сексуальные нотки начали проступать после евровидения окончательно закрепились только после рождения сына с тех пор глубокое декольте обтягивающее платье броские материалы и провокационная длина юбки фирменные черты образа певицы домашний любимцы тины парочка шиншилл зверьки по кличке толик и наташа поселились у певицы после съемок клипа на песню шиншилла после завершения работы исполнительница забрала артистов к себе домой кароль с уважением относится к журналистам в том числе и папарацци знаменитость считает что они всего лишь делают свою работу и как певица она всегда должна быть готова к встрече с объективами тина тщательно следит за своим голосом каждое утро распивается и обязательно выпивает сырое яйцо она уверена что манера исполнения связана с ее весом поэтому не собирается худеть слишком сильно по этой же причине в райдере тина есть пункт по которому в гримерке не должно быть ковровых покрытий скопление пыли в воздухе вредит связкам